МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». И сегодня у нас в гостях Елена Шаповская, директор областного научно-металлического центра народного творчества. Здравствуйте, Елена Михайловна. Наверное, великолепный резной домик, в котором располагается ваше учреждение, знают все. Но, может быть, не все хорошо понимают, чем именно вы занимаетесь. Если можно, несколько слов о вашем центре, о его истории и главных задачах, которые вы решаете изо дня в день. Мы занимаемся сохранением традиционной народной культуры, сохранением нематериально-культурного наследия, развитием самодеятельного художественного творчества, во всем его жанровом многообразии. И причем не только городского, а в первую очередь в муниципальных образованиях. Потому что мы областная организация, и, конечно, все наши действия, все наши цели, все наши усилия направлены на то, чтобы поддержать работников культуры, поддержать участников художественной самодеятельности, которые живут на селе. И для нас это очень важно. И учитывая то, что сейчас такая серьезная государственная политика в отношении развития культуры села происходит на уровне нашего государства, России, мы очень рады этому и тоже стараемся усилить свои действия, свои возможности, чтобы действительно село наше развивалось, чтобы люди, которые там живут, они себя очень комфортно чувствовали и могли организовать свой досуг достойно, хорошо, так, как они считают нужным. А мы об этом, конечно, помогаем. Насколько я знаю, у вашего центра очень богатая история. Когда он был образован? Я хочу сказать, что система центров домов народного творчества, она достаточно серьезная. Это сеть домов народного творчества. Они находятся в каждом регионе нашей России. У нас есть головное учреждение культуры, Российский государственный дом народного творчества. И поэтому история наших домов творчества уходит далеко к началу XX века. Центр Рязанский был создан в 1941 году, 1 февраля. То есть это такое очень тревожное время для нашей страны. И тем не менее, государственная политика была такова, что действительно надо было уделять внимание развитию культуры, развитию культуры на селе, развитию народного творчества. И вот тогда был создан наш центр. И по сей день он существует. И в принципе, те цели и задачи, которые были поставлены в начале прошлого века, они до сих пор сохранены. Может быть, это какая-то консервация, консервативно подходим. Но это дорогого стоит. Потому что сохранить традиционную культуру, сохранить традиции своего региона, местные традиции, локальные традиции, это вопрос очень серьезный. Это большие проблемы. Потому что население, понимаете, оно меняется. Уходят те носители традиций, целые поколения. И наша задача зафиксировать это все, сохранить это все, записать это все, издать и передать следующему поколению. Елена Михайловна, вот именно насчет вашей деятельности. Вы выезжаете в села, вы общаетесь с носителями культуры. Каким образом работа центра идет? Формы работы с населением, с работой культуры, они достаточно разные. Это проведение массовых праздников, это проведение конкурсов, фестивалей различных. Выставочная очень большая деятельность проходит. Это, конечно, и учебные мероприятия, это лаборатории, мастер-классы. Это, конечно, развитие туризма. Сейчас это модно, сейчас это нужно. И мы стараемся очень ярко влиться в эту тенденцию, потому что есть что показать. История наших сел и деревень достаточно яркая, красивая. У нас есть необыкновенные села. Села Ива с хорошими музейными различными такими выставочными домами. У нас есть замечательные коллективы этнографические, которые сохранили свои обряды локальные. Будь то свадьбы, троицкий обряд, рождественский и так далее, и так далее можно говорить много. Поэтому я могу с точной уверенностью сказать, что в каждом муниципальном районе есть своя изюминка, есть свои такие брендовые хорошие фестивали, конкурсы, замечательные учреждения культуры. Но самое главное, есть замечательные люди, которые это всё хранят. Ежегодно в стенах вашего центра проходит большое количество мероприятий. Это и выставки, и концерты, и какие-то глобальные проекты, которые вы реализуете. Некоторые из них длятся уже на протяжении нескольких лет, стали традиционными. Расскажите, пожалуйста, подробнее о них, и может быть о том, что планируется где-то в начале осени, и, к сожалению, лето подходит к концу. Мне бы ещё хотелось сказать, что кроме таких, скажем, развлекательных мероприятий, проектов, которые действительно сохраняют традиционную народную культуру, у нас много внимания уделяется и кадровой политике работников культуры Рязанской области. И хочу сказать, что традиционно проходит конкурс профессионального мастерства. Вот в этом году он проходил у нас в мае месяце. В нём участвовали, принимали участие только молодые люди, мужчины. А для нас это очень престижно, когда в сфере культуры работают мужчины. И вот с этой целью мы пригласили к участию наших молодых работников культуры. Их было 19 человек. Это, я думаю, достаточно много для области. И не многие регионы могут похвастаться, что действительно на конкурс вышло 19 молодых людей, которые посвятили себя профессии работника культуры. Конечно, это учебные мероприятия, конечно, это мероприятие проводилось с целью поддержать престиж нашей профессии. И я думаю, что у нас это получилось. Хотела бы сказать и о многих традиционных праздниках национальных. Замечательный праздник Сабантуй проходит на территории Рязанской области. Он проходит, что мне очень нравится, он проходит в сёлах, он проходит в Касимовском районе, в Сасовском районе и в Вермишинском районе. Они везде проходят по-разному. На них бывает очень много гостей, которые приезжают из других регионов. Обязательным гостями этого праздника являются представители творческие представители из Казани, из Сатарстана. Это бывает ежегодно, из года в год. Буквально 24 сентября у нас состоится уже в Центре народного творчества традиционно праздник национальных культур. Мы его проводим достаточно ярко, красиво, приглашая каждый год новые коллективы, но принимают участие те, которые традиционно. Получается такой большой семейный национальный хоровод в каждом муниципальном образовании. Очень радует это новшество. Конечно, очень хочется сказать и о народно-православных праздниках. Все села проводят свои праздники сел. Они приурочены к православным праздникам, престольным праздникам, которые проходили много веков назад на территории села. И до сих пор люди чтут свои традиции, проводят вот такие праздники, народно-православные праздники у себя на селе. Но это уже традиция, это уже такая тенденция, очень яркая, которая, я думаю, наверное, уже не искоренится у нас население. И хотелось бы вернуться к поддержке села. Я повторюсь, что на государственном уровне сейчас достаточно много уделяется внимания поддержке села. И очень радует, что у нас в Рязанской области состоялось, я надеюсь, уже практически состоялось, три замечательных федеральных проекта. Они были инициированы партией «Единая Россия». И проекты нам эти очень нужны. Это проект «Местный дом культуры». И в этом году выделено порядка 52 миллионов на реконструкцию, на ремонт шести сельских клубных учреждений. Для нас это очень важно и очень радостно нам. И замечательный проект «Театры малых городов». Здесь деньги выделены непосредственно театром на селе, сельским театром. У нас таких много, народных театров. И мы поддержали. То есть будет приобретено оборудование, мы увидим новые постановки трупами этих театров. И совсем недавно буквально принято решение о реализации еще одного замечательного проекта «Театр дети». Средства будут направлены в профессиональные театры, но целями этого проекта является как раз поддержка села. И я очень надеюсь, что наш профессиональный театр «Театр кукол», «Театр нособорный» и другие театры будут выезжать в село и нашим детишкам, сельским детишкам показывать свои спектакли, программы концертные. С вашей точки зрения, в последнее время молодежь стала больше интересоваться исконной русской культурой, своей историей? Мы научно-методический центр. У нас существует такой отдел, организационно-методический отдел мониторинга, где мы всегда просчитываем, мы анализируем всю статистику, которая касается самодеятельного художественного творчества. Я хочу сказать, что за последние десятилетия участниками самодеятельного художественного творчества стали молодые люди. То есть молодежи прибавилось намного больше. Если 20 лет, 15 лет назад на заключительных смотрах самодеятельного художественного творчества у нас возрастной состав этих концертов был от 40 до 60 лет, то на сегодняшний день, я могу с точной уверенностью сказать, такая есть статистика, состав нас значительно омолодился. Это 20 лет, 20 до 50 лет. Это очень радует, что в клубы приходят, люди, что наши клубные учреждения востребованы, что, конечно, молодежь, ну и все население хотят самореализоваться творчески. Ведь всем уже, честно сказать, уже надоело телевидение. Все сами хотят быть артистами, сами хотят выразиться творчески, побывать на сцене, взять в руки микрофон, что-то придумать. Потому что не только выступает в обычных жанрах хореографии, танцевальный, жанры театральные и так далее. Но создаются программы различные, молодежные программы. Вот, кстати, буквально на днях у нас прошло открытое заседание клуба «Коловрат» при Общественной палате Рязанской области. Обсуждалась тема экологии. Конечно, это все нужно. Это было обсуждение на таком высоком уровне. Проблем достаточно много. Но я хочу сказать, что и участники самодеятельного художественного творчества, и сами жители села, они к этому очень трепетно относятся. И у нас есть такие программы. И программы эти достаточно содержательные. Они не написаны по сценарию. Они основаны на реальных событиях. То есть дети, подростки вышли в лес, убрали какой-то участок леса, помогли лесу, очистили родник. И вот в этой программе уже на сцене творчески они об этом говорят. Они показывают различные кадры. Они показывают видеорепортаж. Они поют об этом. Они говорят. И говорят с удовольствием. Вот это вот самый хороший результат для нас. Потому что дети сходили, все убрали, все сделали. Но об этом мало кто знает. А когда они все это сконцентрировали в своей творческой программе, то они проехали. Они проехали в школах. Они поучаствовали в областном конкурсе. Они встретились с другими муниципальными образованиями. Они все рассказали. Они обменялись опытом. Для нас это характерно, для наших мероприятий. И я думаю, что вот в этом направлении, конечно, мы будем обязательно в дальнейшем работать. А вот что касается художественных промыслов, исконно русских, рязанских, кружевоплетения, вышивка. Сейчас молодежь этим занимается? Занимается. И достаточно ярко занимается. И буквально на днях у нас состоится открытие первой выставки продажи народных промыслов и ремесел и мастеров декоративно-прикладного творчества. Это состоится в филармонии. И мы всех приглашаем туда. Да, конечно, занимается. Я горжусь тем, что наши четыре народных промысла в нашем регионе не сохранены. Да, проблем много. Они всегда существовали. Но, тем не менее, есть художники, есть люди, которые болеют душой за сохранение этих промыслов. И есть молодые люди. Наша сотрудница, вот Наташа Вичконина, она замечательно плетет. Она закончила два института и сохраняет промысел Михайловского кружева. Ну, она в различных техниках работает, но, тем не менее, совершенно молодая девушка. И таких примеров можно привести достаточно много. Действительно, молодежь очень серьезно подходит к сохранению своей локальной традиции, к своим традициям. Ему это очень нравится. Ну что же, очень радостно и отрадно, что дела обстоят именно таким образом. Елена Михайловна, большое спасибо, что к нам сегодня пришли. Мы с удовольствием будем следить за вашей работой, будем участниками и гостями ваших мероприятий. Спасибо огромное, спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем нашим телезрителям всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова